Медведи без мамы Думали, что не выживут Марте и Мартину чуть больше месяца Только открыли глаза Оба пока еще в белых детских воротничках Лишь после первой линьки Они станут по-настоящему бурыми медведями Один такой в Раполовском реабилитационном центре Кстати, уже есть Потапыч, который сбежал с предравочной станции В этом году он не ложился спать Поэтому весну встречает энергичными танцами Ему повезло Маме Мартина и Марты, похоже, нет Скорее всего, ее убили браконьеры Порядка 35 тысяч цена медведя Если он добуд незаконно То коэффициент умножать на 3 Соответственно, вот такая будет цена Это то, что государство предъявляет иск браконьеру Без учета штрафа, который назначает суд К слову, еще в прошлом году Медведицу с медвежатами Можно было добывать прямо в берлоге Абсолютно легально Если поднимали больше одного зверя Прямо на месте составляли акт о вынужденном отстреле По которому позже оформляли дополнительные лицензии Но теперь все изменилось И даже в том случае, если малыши Убитой медведицы выживут Охотнику придется заплатить за каждого По 90 тысяч рублей Другое дело, что и до суда, скорее всего, не дойдет Доказать факт браконьерства обычно не удается Поймать нарушителя на месте маловероятно Якобы он нашел на дороге Поэтому, я говорю, что факт доказать очень трудно Если бы еще в уголовном кодексе было прописано Плюс перевозка, та же, да Если это нашел, почему-то не сообщил Органам государственного охотничьего надзора Штатным сотрудникам охотно-хозяйства Пока решают, как можно спасать медведей На законодательном уровне В Рабловском реабилитационном центре Пытаются спасти Мартина и Марту Малыши хотя бы начали есть В баночках детское питание Но ветеринары, говорят, радоваться рано Эффекты обморожения не проявляются сразу Шансы на выживание по-прежнему 50 на 50 Юлия Васильева, Сергей Велик и Максим Лапин Вести Петербург из Ленинградской области